Здравствуйте, дорогие друзья! Вот я опять вышла, так сказать, в эфир. Наш блог посмела назвать вас своими друзьями уже, поскольку я очень благодарна всем, кто откликнулся своими комментариями на мое небольшое, так сказать, выступление. Думаю, что это до того, что вы очень добры и снисходительны, что меня порадовало. Хотя, в общем-то, я уже говорила, что я не блогер далеко, и в интернет не хожу, и там нигде, ни в Одноклассниках, ни в ВКонтакте, нигде не участвую. Но и когда Даша моя все-таки склонила меня к выступлениям этим, рассказать о себе, о своей работе, я все-таки... Ну, почему я не хотела? Потому что, ладно бы это было во времена, так сказать, тотального информационного голода, ну и в смысле детектива, и вообще криминала в свое время, когда ничего не было, ни почитать, ни посмотреть. Вот. Я бы рехнулась от счастья в те времена, если бы сейчас вот преданной бы пристала вот картина, которую мы имеем на сегодняшний день, то есть изобилие литературы на любой вкус, в том числе и детектива всех разных. Ну, рехнулась бы, наверное, еще и от счастья, увидев и товарное, и продуктовое изобилие, особенно в 90-е голодные годы, когда тотальный дефицит был на все и вся. Ну, так вот, я почему сомневалась? Потому что с недавних пор, так сказать, все это открыто. Пишут сейчас детективы, так сказать, только ленивые, не пишут, вернее, так, и я, в том числе, ленивая. Хоть Даша мне и говорит, что у меня замечательный слог, и можно было бы и написать что-либо. Ну, не чувствую я такой потребности, а коль потребностей нет, необходимости такой, так я и не занимаюсь этим. Лучше уж читать то, что написали другие, что мне очень нравится. Вот. И посмотреть-то тоже этих детектив, и по телевидению, и везде, какие угодно, и экранизируется очень много, и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно же, я сомневалась, что вряд ли кому-то захочется слушать, так сказать, тетку-следовательшую о своей нелегкой работе, а то, что она нелегкая, так сказать, тяжела и неказиста. Ой, жизнь из родного артиста, в том числе и следователя тоже особо тяжелая, будем так говорить. Вот поэтому я так думаю, вот, ну, пробую, конечно, а вдруг потом скажут мне, эй, ты, кто такой? Давай, до свидания. Ну, не случилось, к счастью этого, чему я очень рада. И хотя, в общем-то, без всяких надежд и чая не снималась, ни корову чай проигрываю, делов-то куча. Ну, нет, так, нет, не понравлюсь, так иногда, действительно, до свидания. Ну, поскольку вы были так добры, поэтому я продолжаю. Надо сказать, что я уж не знаю почему, за что мне вот такое счастье в жизни испытать довелось, но мне всю жизнь везло на людей, чрезвычайное везло, на коллег, на моих, кто со мной всегда работал, на всех, кто меня окружал, буквально все учились, так сказать, добротой ко мне, и поэтому мне как-то, ну, так кажется, что мне жилось достаточно легко, вот именно поэтому, потому что, в общем-то, как говорил еще и Сталин, так сказать, кадры решает все, так и у нас, кстати, кто тебя окружает, с кем ты работаешь, все это очень важно. Ну, не только в деятельности, естественно, работника правоохранительных органов, а любого другого, возьмите, человека. Поэтому я не могу вспомнить ни одного человека, которому я бы испытывала неприязнь, какие-то обиды чрезвычайные, либо вот, ну, что-то вот типа такого. И думаю, что я не заблуждаюсь, говоря о том, что и обо мне наверняка ни у кого не осталось каких-то плохих воспоминаний, обиды и так далее. Более того, думаю, что даже у тех, с кем я работала, то есть у обвиняемых, подозреваемых и других участников уголовного процесса, тоже не осталось обо мне вот каких-то таких плохих воспоминаний. Со всяким я старалась наладить контакт, отношения, а это далеко не просто, потому что у каждого человека свои чаяния, свои надежды, свои мысли. О том, как любят даже свидетели, так сказать, являться, будем так говорить, форсальным языком по вызовам в правоохранительные органы, будь то в суд, в прокуратуру, в милицию, либо там еще куда-то, это вообще известно. И поэтому, конечно, каждый человек, приходя к следователю тому же, он настроен сразу как-то негативно, то есть нужно себя оберечь, любименького, от всяких неприятностей. Мало ли там в чем меня заподозрят, как меньше сказать, о чем можно умолчать и так далее и тому подобное. Ну, я уж не говорю, конечно, об обвиняемых, обозреваемых. Эта категория совершенно особая. Я за 30 лет своей службы не видела ни одного раскаившегося преступника, будь он хоть пятижды, десятижды убийцы. Ни одного. Ими, так сказать, владеет одна напламенная страсть. Это как можно больше, преуменьшить, если можно так сказать, меру своей ответственности. Да это, в общем-то, и психология, видимо, явствует, потому что человек не может чрезаться бесконечным чувством вины. Это противно душе человеческой. Какое-то время, возможно, да, а потом оно все-таки преступляется, и оно уходит. И потом, естественно, каждый, совершивший преступление, старается, ну, если уж не уйти от наказания, а тот, кто совершает преступление, безусловно, надеется на то, что его никогда не установят и не привлекут к ответственности. Ну, а если уж не удается, то уж, ну, совсем. Вот я такой белый, пушистый, а тут кругом, тут злодей, да меня, да. И что я должен был делать? Вот получилось так, как получилось, извините. Вот взял и упал вот на ножичек, 11 раз, а я-то здесь и ни при чем. Ну, вот, как бы так. И у меня, в частности, вот с такой категорией лиц тоже, в общем-то, складывались достаточно такие контактные отношения, уважительные, будем так говорить. По крайней мере, я никогда не старалась того же, будь он трижды убийца, унизить как-то, уничтожить, то есть загнобить, как мы говорили, отнюдь. И даже наоборот. Ну, в общем-то, говорят, что, так сказать, род деятельности всегда накладывает свой отпечаток. Ну, как говорят психиатры, ежели так, ну, примерно придурок, врач-психиатр, поскольку с придурками якшается всю жизнь. Ну, циники, положим, так, видимо, общеизвестно считаются и юристы, и врачи. Это действительно так, потому что, ну, окружение таково. Хочешь не хочешь, это, кстати, с кем поведешься, оттого и наберешься. Ну, мне думается, что я избегала вот этой участи, жестокосердности какой-то, волстолюбия, что ли, хотя волей-неволей следует ли всяко, так сказать, как бы над участниками процесса. То есть он сидит, ну, я-то тоже как бы сижу, но я на другой стороне, так сказать, барьера. Вот. И каждый свою роль исполняет, у каждого свои цели. Так вот, я старалась тем, кто сидит, будем так говорить, даже если он уходит по камере, все равно сидит. Я старалась, если никого нет, некому принести передачу, а им это очень нужно. Ну, хотя бы уж сигареты-то, это же само собой. Если даже ты не курил на воле, там закуришь непременно. Если не закурил, так это экогаленция вообще, так сказать. Без этого это там никто и звать тебя никак. Так, немножко чая там, немножко сахару, хоть печенюшку, даже кто сладкого никогда не ел на воле, там он непременно будет есть. Это соединенные той же армии, там такая же история. То есть люди, лишенные свободы, у них совершенно иное восприятие жизни, другие вкусы становятся и так далее и подобное. И поэтому я на свои собственные деньги, ну, вот, будем так говорить, для установления контакта. Я свою корыстную цель преследую, не потому, чтобы услужить. Ну, и бывает, что и жаль, конечно, хоть он такой секуразет-таки. Но я-то преследую свою цель, конечно. Для меня главное это расследование дела, это установление истины по делу, насколько это возможно. Конечно, у моих силов установлены законным путем. Я действую только в рамках Уголовно-профессионального кодекса и больше никак. Вот о книгах, если мы сейчас вернемся, в книгах, да и в фильмах тоже, там герои все оперативники. То есть это уголовный розыск, по сути дела, тем, кто занимается раскрытием преступлений различного рода. Следователя там как бы и нет. Ну, а если он даже есть, так это он где-то там, на задворках, он никто и не... Ну, то есть он, по сути дела, будто бы в раскрытии-то и не участвует. Наверное, с одной стороны это так, потому что оперативник-то его ноги кормит, он носится колбасой, так сказать, по всем городам и весям, добывает информацию, информацию. Но эта информация, которую он добывает, она, так сказать, зависает в воздухе и никому не нужна совершенно, если она не поставлена на, как мы говорили, на профсоциальные рельсы. А уж процессуальным оформлением этого занимается только следователь. Так, в УПК, сокращенно мы говорим, в Российской Федерации записано. Следователь, маршал, командир по делам уголовного. Да, это так. Он подчиняется только прокурору. И только прокурор может дать ему то или иное указание, и оно обязательно к исполнению следователя. Больше никто не вправе вмешиваться, верить на следователя и давать ему какие-либо советы или что-то. Но, это естественно, что, коли я расследую дело, значит, я занимаюсь составлением процессаальных документов. Вот расследование уголовного дела, оно полностью регламентировано от и до, от первой статьи УПК до последней. И ни туда, и ни сюда, ни шагу, так сказать, ни влево, ни вправо. Малейшее отступление от буквы закона чревато, ну, в лучшем случае, исключением судом, потом доказательства вообще из допустимых. А если вылетает доказательство, а если к тому же оно и главное, то рушится как карточный домик и все остальное дело. Что чревато положим? Возвращение деланного наполнительного расследования, а то и оправдательного приговора. А за это раньше, ой-ой-ой, вплоть до освобождения от занимаемой должности. Ну, я вот хотела, я не только, так сказать, к участникам процесса старалась, не то, что я себя насиловала, что ли, нет, потребность такова была. Вот так я веду, иначе я не могу. Я старалась с потерпевшими, с теми же, они, так сказать, зачастую весьма воинственные и активные, потому что для них-то все ясно и непонятно. Что тут следует-то с прокурором, с теленцами, ни туда, ни сюда. Нам-то все ясно и непонятно. Стрелять и нам надо скотину вывезти, вот сейчас же прямо вот. И расстрелять во дворе, и нечего тут садскаться, расследования какие-то проводить. Да, боже мой. Ну, поэтому я всегда старалась с потерпевшими тоже очень долго разговаривать. Ну, иные, положим, кто такой? Потерпевший, тайное следствие, и пошел вон. Потом, потом, потом. Вот завершится расследование через год-два, вот там все, и ознакомитесь, узнаете. Нет, люди-то нетерпеливые, им хочется знать сегодня и сейчас. Потому что неизвестность, как вы знаете, это хуже всего. Поэтому я старалась всегда побеседовать, невзирая на нехватку тотального всегда времени, что можно объяснить, разъяснить, почему могу, почему не могу, что у меня на сегодняшний день, что у меня в дальнейшем. То есть, как-то вот с людьми вот так вот. И удовлетворенные вполне они, так сказать, удалялись, без крика и пыли. То же самое, видимо, надо сказать и о тех, кто оказался в местах не столь отдаленных, хотя бы на стадии предварительного расследования, они ведь тоже дети, родители и так далее. И естественно, любой родитель, это общеизвестно, когда узнает, что задержали, арестовали его сына, дочери либо кого-то, да не может быть, да неужели, да неспособен никогда, я помню, дело было, о нем я как-нибудь, очень интересное дело, одно из первых России, надо сказать. Я расслабила, так вот, один убивец, эта банда была, достаточно молодой еще, 20 лет ему еще не было, ну, ну, по крайней мере, ему менялось, он был исполнителем по семи убийствам. Сем. И с крысами. Больше не замашил, особо-то и не наживился. Да вот мать его потом приходит, говорит, да быть не может, да чудесненький мальчик такой, ну, такой он белый пушистый, помнится, вот в детстве-то крысу там кто-то, мальчишки, значит, камнями бросали, и крысу, значит, там пришибли, недосплети, ведь подобрал, еле живую крыску-то за пазуху себе положил, домой принес, отваживался, вот он какой, чудесненький-то, не может быть, а семь человек положил, удавил, как, как, вот так, походя, ни за что можно сказать. Ну, это вот так. Ну, тем не менее, беседовать надо, разъяснять надо, даже кое-какие доказательства, вот такое, вот такое, вот это, вот это, вот это, вот факты, извините, против них нет, ничего, только так. И, ну, по крайней мере, суд решит, может быть, меры наказания как-то, учтет, так сказать, его счастливое детство, его душевное качество, хотя, в общем-то, вот закон нас и обязывает выяснять все смягчающие, отягчающие обстоятельства. Ну, как-то так вот повелось, что смягчающих-то и в законе не так уж много. Первая из них, конечно, явка с повинной, как говорится, вечная катарга. Вот. Ну, и дальше там, в состоянии беременности чуть-чуть, ну, и прочее дело. Ну, отягчающих-то вот такая была с маленькой тишкой. И тут уж мы с дорогой душой исследователи того, что отягчающих-то мы за всегда найдем и приведем и как надо. Ну, может быть, обвинительного клона, вот говорят, но вот до кучи-то охота, чтобы уж вот так. Потому что до конца, конечно, никогда не найдешь всех смягчающих, всех отягчающих. Да и в законе они не указаны. А что нет в законе, так извините, то в основу дела не положишь. Да вот я о доброте, так сказать. Душевной, которая до добра, как сказать, не доволит. Хочу рассказать об одном деле. Хотя у меня отношения всегда особенно с и противниками, я их любила, ну, как детей. Я их уважала, хотя водка с ними, извините, никогда не была, но как-то не завидено было. Но уважали мы друг друга, кто бы у меня в группе следственной противной не было. Ну, уважали, безусловно. Друг друга, ей так сказать, надо, значит, надо, ребята. Вперед из песни. Я как-то, помню, приехала по одному, тоже очень интересному делу, заместитель начальника убора дела по оперработке есть такая дужа, с которой командирствует, кстати, всеми оперативниками. Ой, захожу, ой, миленький, ой, вот надо же вот установить и вот это, и вот это, ну куда я без вас, ну без вас я как без рук, я вообще вот. О, о, вот как бы все следователи бы так рассуждали, да ценили бы нас, а то ведь никто, ведь, так одно и есть, а я так, кто без вас, да я вообще ничего. Что можно следственным путем установить? Кстати, один вопрос был у комментаторов, у посетителей блога. Вот интересно бы узнать, как вы вот улики там собирали, вот ты-ты-ты, как-то вот такая вот славная следователька. Да ни одного, извините, ни одного. А почему? А потому что, ну, одно дело, когда преступление совершается в условиях очевидности, как мы говорим, то есть все понятно и ясно. Поступил вызов, сообщение, убийство положено, если уж мы так говорим, выезжаем мы с оперативника, вот убитый, вот убийца, или пьяный валяется уже все, упал и капустенький, либо еще, так сказать, в себе чутка с ножом там, с топором или еще с чем-то, куча собудыльников еще очевидцев так называемых, что-то расследовать-то, вернее, оперативник, идиот, да ничего. Приехали, значит, потоптались, всех установили, все, тут епархия только следователя. То есть следователь составляет процессуальные документы, протоколы, постановления, о, мамма миа, говорят, что у врачей бумажной сильно работает и врачебный почерк так называемых, но извините, вот ни один врач столько не исписал за всю свою жизнь, сколько следователей исписывает, так сказать, по одному уголовному отделу. Представьте себе, одно дело, положим, было 40 томов только следственных действий, это все мои протоколы, постановления различного, досмотры, выемки, обыски, допросы, эксперименты, бог знает чего только, все, что установлено, это все следователь только делает, больше никто, оперативник, ни-ни. Только по поручению, на и то это были стародавние времена, потом стало все это строже, оперативник, даже по поручению следователя нельзя никого не допросить и вообще ничего не сделать. Так вот, это все, вот он, бедный следователь. Уж куда там врачебного почерка следователя, когда приходится и списывать тысячи и тысячи страниц ручечкой. И на это тратится, конечно, масса времени. Вот это работа следователя, чисто бюрократическая такая, бумажная, скрублезная, потому что я говорю, что не на ее ту, а буквы за комнату пока. Так вот, приехали оперативники, посмотрели, все ясно и понятно, тут следователь, все, вот и начинаю я осмотры места происшествия, и пишу, и пишу, потому что отразить нужно буквально все. Тут допросы начинаются, свидетели и так далее, задержание, протокол задержания, извольте, протокол осмотра, извольте, постановление на экспертизу, назначение экспертизы, такой секурой, разве, извольте, выемку, извольте. Вот, значит, задержал, доставили в ВВС, беги, адвоката и ищи, значит, допрашивай, потом обвиняй, ну и так далее и так далее, там куча всякостей этих. Это что, говорится, что-то искать-то, извините, все ясно и понятно, здесь только чисто в профессиональную сторону соблюди, расследовал дело, передал в суд и... Ну, конечно, бывает и не без проколов, это некоторым, казалось бы, очевидное дело, но об этом как-нибудь потом. А вот, когда преступления совершаются условия, как мы говорили, не очевидности, когда явное убийство, а лиц, как мы говорим, причастных к совершению этого преступления нет, не установлено, очевидцев нет, следов особо, так сказать, нет и так далее. И начинается беготня тогда. Вот тут, следовательно, значит, Карпит пишет протокол осмотра, ну и там дальше, поехала по УПК и прочие дела, а уж оперативник он тут с этих хост побежал колбасу, по всем городам и весь им устанавливать, хоть кого-то, хоть чего-то. Вот и в этом ценность, и тут уж, так сказать, зависит и от их добросовестности, от чувства долга и так далее, потому что это очень важно в нашей работе. Не саня отдыха из ночной души, как говорится, ни выходных, ни проходных, ни волк, извините, на вас ничего не распространяется. Вот тогда и они. Ну и даже, когда лица установлены таковые, все равно проблемы какие-то возникают. И тут, так сказать, мы говорим о оперативном сопровождении. К следователю прикрепляется пара-тройка особым распоряжением прокурора конкретных оперативников. Тут они, значит, работают вплотную. Мы, так сказать, в контакте всегда, можно сказать. Как только, так сразу. Тынь, Лидия Федоровна, есть. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Лидия Федоровна понеслась. Думает, ты такая, куда это? Да как-то толстить-то, извините, когда бежишь, как ненормально. Вот туда-сюда. И куча заморочек. Так вот, я в одном деле хочу рассказать, Кхм-кхм.